Я могу сказать только одно, DC понесло и продолжает нести так сильно, что как бы этим ребятам окончательно не потерять берега. Ну потому что после недавней крышесносной новости о появлении нового черного супермена, который должен вытеснить прежнего персонажа Генри Кавилла, теперь мы узнаем, что в случае успеха данной затеи, Warner Brothers и DC-шники пойдут еще дальше, создав черного Бэтмена. Причем возможно даже как некий извращенный крылатый аналог черной пантеры от Marvel. В общем, голова кругом, давайте разбираться. Всем привет, с вами Юту и мы начинаем. Итак, если вы вдруг выпали из новостной повестки последних недель или что еще хуже не видели наших последних роликов, кстати, если это так, прямо сейчас не мешкая подписывайтесь и жмите на колокольчик. Так вот, если вы еще не знали, последние недели все киношное сообщество бурлит от сообщений, что Warner Brothers решили уволить Генри Кавилла с роли супермена, даже несмотря на еще действующий контракт. И вместо британского актера взять на эту роль, естественно, кого-то из его темнокожих коллег, разве могло быть иначе? Более того, по последним данным, новый черный супермен, скорее всего, станет совершенно оригинальным, специально придуманным под все это дело персонажем, а не Кларком Кентом, что, наверное, все-таки скорее хорошо, чем плохо. Саму перезагрузку курирует Джей Джей Абрамс, который, правда, не сядет в режиссерское кресло. Почему? Да потому что режиссером будущей новинки тоже должен стать кто-то из темнокожих. Вот такие они не расисты. Почему я уделяю этой новости столько внимания, хоть сегодня главная не она? Да потому что из планов о Черном Супермене как раз растет и главная тема этого видео. Ведь по сообщениям портала Giant Freaky Robot, DC решил не останавливаться на темнокожем Супермене и идти дальше. Так что теперь у них на очереди еще и Черный Бэтмен. Сейчас проект находится на ранней стадии своей разработки, но в случае успеха фильма от Абрамса и компании, перезагрузка Бэтмена тоже получит зеленый свет. Хотя, как мне кажется, что бы ни было с фильмом о Черном Супермене, она все равно получит добро, ведь это сейчас так современно. Сразу отмечу, что новый темнокожий Бэтмен станет уже третьим в киновселенной DC, после Бена Аффлека и Роберта Паттинсона. То есть, возможно, бороздить просторы их киновселенной теперь будут одновременно три ушастых супергероя. Но что также нужно отметить, новый Бэтмен не будет Брюсом Уэйном, так же, как и новый Черный Супермен не станет Кларком Кентом. Наверное, хоть за это можно сказать сквозь зубы спасибо Ворнерам. Ну а кандидатуры для будущего темнокожего героя сейчас есть сразу две. Обе они относятся к новым комиксам от DC. Первый и более вероятный вариант для Черного Бэтмена – это Джейс Фокс, также известный как Тим Фокс, сын Люциуса Фокса, который после учреждения магистрата и очевидной смерти Брюса Уэйна сменил его на посту Бэтмена. Именно этому современному герою, скорее всего, прочь дебютное попадание на большие экраны от Warner Bros. Но есть и другой вариант, еще более сюрреалистичный, как по мне. Это Дэвид Завимби, супергерой, базирующийся в африканской стране Мтамба, но ведущий свою активную деятельность далеко за пределами ее границ. Он является членом Бэтмен Инкорпорейтед и вторым претендентом на то, чтобы получить сольный фильм. Кстати, если это произойдет, то совершенно всем и вся окажется очевидным стремление DC пойти по стопам опередивших их конкурентов из Marvel в создании своего крылатого аналога Черной Пантеры, что, как мне кажется, настолько нарочито, что даже смешно. Но, видимо, большим шишкам из Warner Bros. так не кажется, поэтому сейчас мы получаем подобные новости. Что же, я даже не буду в данный момент как-то очень активно все это комментировать, ну, потому что, а смысл? Ребята прямо из штанов лезут, чтобы быть прогрессивнее всех прогрессивных прогрессаторов, и в этом стремлении они как будто просто теряют рассудок. Видно, что DC хоть в этом плане, но решили таки перещеголять Marvel, что, конечно, жаль, ведь именно они в последнее время казались оплотом адекватности и здравого смысла, особенно после таких фильмов, как Джокер или тот же Шазам, но, видимо, что-то пошло не так. Вот только я далеко не уверен, что новые сверхсовременные инициативы пойдут аж так на ура, как этого ждут боссы Ворнеров. Тут, конечно, первой ласточкой будет новый черный Супермен, вот на него и посмотрим. Ладно, это все на сегодня. Пишите ваши комментарии, не забывайте лайкать наши видосы, ну и, конечно, подписываться на канал, чтобы и впредь ничего интересного не пропускать. Спасибо всем, кто был с нами. Пока-пока.